Ограничения, вызванные коронавирусной инфекцией, наложили свой отпечаток на работу всех государственных сервисов. Вот и в налоговой службе сейчас работают с ограничениями только по предварительной записи. Но в преддверии Нового года в ведомстве решили сделать налогоплательщикам сюрприз и провести информационную кампанию «Новый год без налоговых долгов». Вот как раз для забывчивых граждан у нас традиционно проводится информационно-просветительская акция «Новый год без налоговых долгов». В этом году мы очень плотно взаимодействуем с отделениями МФЦ Рязанской области. И в отделениях МФЦ, и в любой налоговой инспекции можно узнать о своей задолженности и получить сразу же квитанцию для уплаты налога. Причем есть одна особенность. Мы сейчас, так же как и отделение МФЦ и налоговой инспекции, работаем в режиме только предварительной записи. Но для получения такой услуги предварительно записываться не нужно. Всем зеленый свет, желающим узнать о своих долгах и получить квитанцию. Категория должников, как говорят в УФНС, традиционна. Со всеми штрафниками ведется индивидуальная работа. Ну а тех, кто забыл, меры воздействия шире. Ну в первую очередь направляются требования забывчим владельцам налогооблагаемого имущества. Это специальный документ, в котором указана какая задолженность, за какие налоги и необходимо в 30-дневный срок ее погасить. Те налогоплательщики, которые, несмотря на полученные требования, проигнорируют наши законные основания для уплаты налогов, уже к ним будут применяться меры принудительного взыскания задолженности. Причем часть из них проводится по инициативе налоговиков и в том числе совместно со службой судебных приставов. В определенных случаях может быть наложен арест на имущество и его взыскание. Пожалуй, самая действенная мера – ограничение выезду за границу. Как говорит нам статистика, 80% должников, которым грозит запрет на пересечение границы, попав в такую ситуацию, сразу же оплачивают все долги. Конечно, чтобы новогодний отдых не был испорчен, в УФНС предлагают заранее закрыть свои гештальты. Акция от налоговиков продлится до конца января. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Акция от налоговиков продлится до конца января.